Как думаете, куда мы зашли? Мы зашли в Лилка. Обожаю этот магазин. Здесь всегда очень много всего интересного. Смотрите, какие новогодние кружечки. Разный принт. И вот такие вот с крышкой. Кстати, вот такие с крышечкой, с ложечкой мы в том году брали. Они очень классные. Карамельный сахарный скраб. От вредности. Лики, я нашла тебе скраб от вредности. А еще возле класса можно взять сертификат подарочный. Тоже очень классная идея к Новому году. Смотрите, какая красота. Новогодний Питер. А ночью тут вообще все светится красиво на Невском. Красота. Правда, у нас сегодня морозненько. Минус семнадцать. Вот такой вот у нас Питер сейчас. Все, мы с Ликой набрали. Думаю, я покажу, что мы купили в Лилка. Топаем сейчас домой. Миланка просится сегодня на ватрушках. Я, конечно, на это не подписываюсь, потому что очень холодно. Совсем не хочется на таких ватрушках кататься. Здесь у меня прям утеплилось. Вчера, кстати, красила волосы. Новая краска. Кто меня дернул, я не знаю. Ну, в целом получилось ничего. Но слишком светлый цвет. То есть я люблю такой цвет, чтобы немножко был как бы такой светло-русший. А он получился прям светлый. И светлый прям получился. Особенно это видно, знаете, вот дома покажу. А корни волос прям светлые получились. Я люблю немножко, чтобы такой оттенок был. Хотя я брала серебристый. Носила тоник на волосы. Он был синего цвета. Я вообще думала, ну все, котлет. Сейчас будет какая-нибудь синяя. У нас сегодня на обед картошечку я отварила и селедка. Еще сделали салатик, помидорчики, огурчики. Селедки порезали красный лук, репчатую зеленью и в уксусе. Получится очень вкусно. Папа наш захотел сосисочку с макаронами. Всем приятного аппетита. Кто кушает вместе с нами. Сейчас вам покажу, что мы купили в Лилка. Первое, конечно, хочу показать. Это текстовыделители. У Миланки такого плана есть текстовыделители. Они очень хорошо пишут. Они, кстати, двусторонние. Текстовыделители. Смотрите, какие они симпатичные. Мне нравится, что вот в такой вот упаковке. Миланки еще взяла. Потому что мы их покупали достаточно давно. Ну и какие-то уже, конечно, не такие яркие. Взяли с Лилка. Смотрите, какую красоту. Вот такую вот игрушку. Это стеклянная игрушка. На елочку нашу. У нас такой игрушки нет. Это шампанское. Мне понравилась расцветка как раз под нашу елочку. Мы в этом году решили украшать красное, золото. И вот нам вот эта вот игрушка прям очень-очень приглянулась. Что мы взяли еще? Миланка любит писать втираемыми гелевыми ручками. Здесь 12 штук. Очень удобная упаковка. Ты будешь мне помогать? Взяла Миланке еще ручки. Но мы тут какие-то ручки еще взяли в подарок. Мыслика будем собирать еще пару боксов. Поэтому какие-то ручки, конечно, у нас пойдут в боксы. Подарочные тоже к Новому году. Тетрадки взяли. Тетрадки, собственно, тоже пойдут в кое-какие боксы. Еще такая ручка. Это в подарок мы точно взяли. Вот к этой тетрадке. Так, Миланки взяли еще клей-карандаш. Еще клей-карандаш. Кстати, классные такие. Мы часто там берем. Так, вот такие. Вот еще тетради. В общем, тетради разных набрались. И еще один карандаш. Клей-карандаш. Миланки в школу нужны, они постоянно. Еще вот такая вот красивая ручка. Ну, а сейчас мыслика идем в чай. А еще мы, кстати, купили же в магазине вот такую вот ленту. Уже упаковали подарки. У нас была вот такая красная лента. И золотая бумага красиво сочетается. И как раз у нас еще красная бумага. И вот эта золотая лента, она очень симпатично смотрится. В сочетании с красной такой вот бумагой. Так что лента нам прям вообще идеально подошла. Взяли несколько метров ее именно вот для подарков. Приехали в Павловский парк погулять. Смотрите, какая красота. Все везде заснеженные. Мы с Ликой в белых шортах. В белых шортах? В шортах. Начнем фотосессию с мандаринами. На белом снегу, да? Оранжевые мандарины. Да, Ликой еще взяла там перчатки. Розовые? Розовые под свитой. Желтых пятен на снегу около дома. Что-то. Ну, то да. Тобачки наши. Не наши? Это же вопрос к хозяевам. А куда девать? Убирать. Желтые пятна не уберешь. Бывает, убирают, а бывает, не убирают. Бывает же и бомбочки оставляют. Бывает. Смотрите, какой снежок классный. Бывает, убирают. Бывает, убирают. Бывает. Видите, что переливается серебром не первомутром? Это такая разноцветная. О, подожди, я сейчас включу вспышку. А серебро. переливается красиво очень это такой костюмчик топ сбоку молния на топе и вот такие брючки симпатичненькие ну как бы у тебя есть да это по-разному это не костюмом заказываешь по отдельности но тебя есть корсеты поинтереснее единственно надо померить как с теми корсетами было а как она там тоже было топ написано брючки неплохие надо было правда сейчас топ там померить ли да привет как дела как дела вообще красиво переливается но тебя конечно корсета интереснее брючки неплохие я вот такие брюки вчера видела в магазине ой не помню в каком и они там стоили вот эти брюки на волдыре силика заказывал 2 300 а в магазин а в магазине 3 600 что за такое вот такие брюки намного дороже были это это типа со скидочкой были они себе ну под каблучок у будет неплохо обрезать нет ли уговорить не надо надо да можно конечно все стоит ли более пайетки просто есть но только если подшить потому что пайетки они расползут мы сегодня решили сделать глинтвейн купили пахнет то что я показывала красивый набор графина два бокала и вот такие специи уже входит цветочка не понимаешь гвоздика корица свинка и сок нужно закипятить 70 градусов вести вообще нужен был виноградный сок на именно такой красный вообще нужно было сухое красное вино но я же безалкогольный глинтвейн но так вот мы делаем именно безалкогольный глинтвейн а вот но виноградного красного сока мы не нашли поэтому взяли черноплодная рябина и малина думаю тоже будет все ок такой вот у нас наборчик кстати вот эти вот бокалы их можно использовать для латы что собственно мы будем делать еще в наборчик идет и такой графини я уже конечно помыла и бокалы помыла подставка свечи и потом сейчас нальем сюда глинтвейн на подставочку ставим и глинтвейн подогревается всегда красота зачем мы сейчас будем зажигать камин